Кетчуп неотразим спицей, хот-догом, спагетти, но невыносим на одежде. Красные пятна не собираются легко отстирываться и грозят отправить любимые вещи на свалку или на дачу. Сегодня экспериментальным путем выясним, что способно их бесследно удалить. Проверяем соль, зубную пасту, лимон и хозяйственное мыло с энзимами. Итак, сначала аккуратно удаляю кетчуп с ткани салфеткой. Чем меньше его впитается в ткань, тем лучше. А теперь в ход идет зубная паста. Наносим толстый слой на красное пятно и оставляем в таком виде минут на 40 перед стиркой. Смываем томатную приправу холодной водой, это важно. Теплое сразу же зафиксирует пятно. А теперь засыпаем испачканное место обычной солью. Она должна впитать в себя остатки кетчупа. Подготавливаю несколько ломтиков лимона. Ими и будем отстирывать кетчуп. Нужно хорошенько натереть цитрусовым отбеливателем вымазанную ткань. Причем и с лицевой, и с изнаночной стороны. Настало время хваленого хозяйственного мыла с энзимами. Оно должно справляться с загрязнениями лучше обычного. Застирываем в холодной воде и ждем результатов. Я не очень-то верила в зубную пасту. Но она справилась идеально. Браво! Соль кетчуп не победила. Пятно не исчезло до конца. Лимон работает. Ткань без признаков томата. Мыло с энзимами проиграло кетчупу. Таким образом одежду не спасти. Редактор субтитров А.Семкин